Валерий Розов 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 костюме в костюме крыло на сегодняшний день это основной наверное тренд в парашютном спорте и особенно в бейс-джампинге то есть прыжках со скал потому что он дает это снаряжение дает тебе очень необычные возможности она резко замедляет твою скорость падения по вертикали при этом очень сильно увеличивает твою скорость по горизонту качество такого костюма а качеством авиации называется соотношение вертикали и горизонтали то есть сколько я пролетаю по горизонту за один метр по вертикали качество такое костюма достигает три там три с половиной то есть прыгая с горы высотой 1000 метров я могу лететь на три более километров то есть для меня субъективно это выглядит как настоящий полет хотя конечно это безусловно падение падение по действиям силы тяжести я не могу как параплан набирать высоту ловить восходящие потоки но при этом ты можешь легко лететь до склона градусов там 20 и улетать на огромное расстояние со скоростью там 150 200 километров в час относительно земли то есть это реально полет в условиях вот такого восхождения которого только что видели когда ты три недели поднимаешься наверх потом за одну минуту спускаешься под ножью это выглядит просто как телепортация этот костюм это не просто куски ткани у меня между рук и ног это настоящее крыло с верхними и нижними оболочками с воздухозаборниками и нервюрами посередине но в отличие от обычного крыла которым прыгают парашютисты вися на нем под ним на стропах дергаете стропы для управления куполом здесь как бы мое тело засунуто внутрь этого крыла и перекрашивая свое тело я меня геометрию крыла и соответственно правление своего полета при этом сам я себя чувствую как будто меня засунули внутрь надувного матраса представьте вокруг все надулась все довольно такое жесткое и мне нужно прикладывать довольно определенные усилия чтобы это крыло летел в ту или другую сторону мне нужно его сдуть определенным образом прежде чем открыть парашют и приземлиться я не могу приземлиться без открытия парашюта потому что общая составляющая скоростей довольно высокая то есть я могу увеличить или уменьшить одну из них но общая составляющая все равно будет слишком велика для того чтобы безопасно садиться без открытия парашюта вариантов использования в современном экстремальном спорте этого снаряжения существует масса основные из них это различные соревнования при помощи этих костюмов когда ты используешь gps датчики которые установлены на тебе и приземлишься снимаешь с них любую информацию который тебе интересно дальность полета скорость качество ну и относительно этих параметров люди соревнуются между собой получается достаточно объективно и очень наглядно программа рисует любые графики и все сразу становится понятно кто там был лучше на данный момент вторая наиболее интересная сторона использование это костюма это так называемые большие формации когда люди парашютисты прыгают там с нескольких бортов одновременно выстраиваются вместе в одну фигуру которая чем-то напоминает там птичью стаю вот таким клином или ромбом перемещаются по небу это формации бесконтактные то есть парашютисты не берут друг друга за руки как обычно наверное вы видели потому что им нужно управлять своими крыльями потому что находясь в этой формации ты по-прежнему перенещаешься по горизонту с очень большой скоростью и третье наверное самые зрелищные и к сожалению самый опасный вид активности в этих костюмах это прыжки так называемом стиле proximity от английского слова близость когда ты прижимаешься к склону или к стене на минимально возможное расстояние там метр или полтора летишь в некой красной зоне где ты не можешь открыть парашют и тебе так или иначе нужно вылететь потом в какое-то открытое пространство чтобы безопасно приземлиться такие прыжки является показателем твоей техники твоей психологической готовности и ну попросту говоря неким мерилом мастерства является и несмотря на опасность столкновения с землей и те или иные несчастные случаи которые так или иначе происходит у нас в этом виде спорта эта тема очень очень популярна давайте посмотрим второе короткое видео которое демонстрирует как выглядят подобные прыжки которых я рассказывал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Ну вот если вы обратили, в последнем кадре было видно, как я убираю руки назад, чтобы увеличить как бы угол атаки склона, то есть ну просто изменил геометрию своего крыла, увеличил угол своего полета относительно горизонта и тем самым контролируя вот это расстояние до земли. Вообще, должен сказать, что очень сложно в таких видах активности делать что-то новое. Ну как и в других тоже, безусловно. Но в отличие от других видов деятельности в экстремальном спорте это часто еще и опасно. Потому что все правила, без исключения, которые существуют, правила безопасности прежде всего, которые существуют в альпинизме, в парашютном спорте, даже в той же авиации, это правила, которые написаны кровью, без преувеличения. Кровью тех людей, которые пытались что-то сделать первыми, у которых это не получилось, и глядя на их ошибки, мы понимаем, как делать не нужно сегодня. Поэтому во всех проектах, где мне предстояло сделать что-то новое, я пытался относиться к ним максимально ответственно, чтобы минимизировать эти риски. Допустим, тот проект, который мы смотрели первым на Эвересте, был очень сложным для меня, я готовился к нему два года. Два года своей жизни были посвящены только этой подготовке. Помимо чисто физических кондиций, которые тебе нужно было набрать для того, чтобы подняться на высоту 7,5 тысяч метров, при этом не заболеть, а нормально себя чувствовать перед прыжком, были чистые технические сложности, связанные с тем, что вертикальная скала, в самом начале прыжка, так называемая разгонная часть, была очень короткая. Прежде чем лететь по горизонту, мой костюм, как любое крыло, должен наполниться воздухом. В параплане, мягкое крыло, стартующее со склона, там человек разбегается, поднимает над собой этот параплан, и ему этого достаточно, потому что оно большое. Здесь крыло маленькое, ему нужна большая скорость, чтобы он наполнился. То есть попросту я падаю с вертикальной стены на какую-то глубину, в ожидании того, когда костюм наполнится воздухом, и я начну перемещаться по горизонту. И вот эта вертикаль, она достаточно критичная, она всегда мне нужна. У современных костюмах она все меньше и меньше становится, то есть ты стартуешь быстрее. Но тогда, три года назад, я еще не знал, где эта грань. И вот два года было потрачено на то, чтобы сконструировать немножко другую модель костюма и прыгать с максимально коротких разгонных вот этих частей, коротких экзитов, как мы это называем, точку прыжка, чтобы понять свой предел, понять свою грань. Где это безопасно, а где риск уже становится не очень разумным. Ну и награждение, награда, конечно, за такие проекты, она себя полностью оправдывает. Те ощущения, которые ты испытываешь, когда все получилось, все получилось хорошо и безопасно. Эти ощущения просто потрясающие. На сегодняшний день я продолжаю осваивать горы при помощи парашюта. Это получило особое название – бейс-клайминг от сочетания бейса и клайминг-восхождение по-английски. То есть восхождение в горах, прежде чем совершить прыжок. И мне кажется, что вот эта тенденция, она очень характерна для человека и для современного мира, особенно, когда люди начинают как бы заново покорять уже известный им мир при помощи новых технологий, при помощи нового снаряжения. Вот простейшие примеры. Если раньше, допустим, обогнуть земной шар там на парусном судне, это было целое событие. Сейчас люди делают это в одиночку, при этом соревнуясь на скорость. Это позволяет им делать современные технологии постройки яхт, современное навигационное оборудование. То же самое происходит и в парашютном спорте, и в альпинизме. Современные технологии дают новые возможности проявлять себя в горах. Мы не только покоряем вершины, залезая на них, но и скатываемся с них на лыжах, улетаем на парапланах. В последнее время прыгаем на парашютах. Поэтому эта тенденция мультиспортивности в экстремальном спорте, на мой взгляд, она будет продолжать развиваться и нарастать. Конечно же, у меня на сегодняшний день есть и большая мечта, большая идея, о которой мы говорим сегодня. Она заключается в том, что я хочу установить новый рекорд по высоте боеспрыжка над уровнем моря. И это то, чему посвящено последний год, наверное, моей жизни. Я очень надеюсь, что в ближайшее время я попробую ее реализовать. Вообще говоря, большая мечта нужна любой идее, любой активности и любому человеку как залог его и духовного, и профессионального роста. Потому что без этого слишком становится, мне кажется, люди теряют ориентиры в современной жизни. Если у вас есть такая большая мечта, это просто потрясающе. Если ее вдруг нет, мне кажется, что ее довольно легко найти. Попытайтесь спроецировать на свою жизнь сегодняшнюю спортивную модель поведения, модель спорта. Вот представьте, для чего живет, тренируется профессиональный спортсмен. Он живет для того, чтобы стать лучшим. Ну или как минимум улучшить свой результат. Если он не ставит себе такой задачи, вся его жизнь, весь его тяжелый труд, а тренировки это часто очень тяжелый труд, они становятся просто бессмысленными и никому не нужными, ни ему, ни окружающему. То же самое происходит у нас и в обычной жизни. Просто часто мы склонны находить себе массу оправданий, почему у нас не получилось то или иное. Если вы будете на себя смотреть, как на спортсмена, то все станет сразу понятно. Просто вы это не можете или надо что-то делать, чтобы что-то поменять. И сформулировать эту идею будет очень-очень просто и естественно для вас. Поэтому не бойтесь ставить с собой большие цели и не бойтесь идти к их достижению и реализации. Спасибо. Спасибо.